Что вы мне скажете, если я спрошу вас, как по-английски называется лабиринт? Всем привет! С вами Ксения и вы смотрите канал Multilingual Blog. И сегодня мы поговорим про слово лабиринт, которое на английский язык можно перевести или как лабиринт, или как мейнз. Слово лабиринт, как несложно догадаться, пришло из греческого языка. Они сложно догадаться, потому что все мы знаем легенду о лабиринте Минотавра. Мейз вместе с эмейз и эмейзинг происходит от древнеанглийского слова, которое я вам здесь сейчас напишу, потому что я не уверена в том, как оно произносится, которое обозначало запутывать или удивлять. И помимо лабиринта, мейз также обозначает беспорядок, путаницу и обман. Но есть и другие отличия, конечно, между мейз и лабиринт. Лабиринт можно пройти только одним путем. У него нет ответвлений и вход один, выход один. А в мейз и входов несколько, и путей очень много, и выходов тоже несколько. Мейз – это сбивающая с толку тропинка, у которой много разветвлений. Некоторые заканчиваются тупиками – a dead end. Кстати, хочется заметить, что развилка по-английски называется work. Как я прочитала на одном сайте, лабиринты имеют еще и духовную ценность. Они символизируют долгую и запутанную дорогу к Богу. А мейз же используются в научных экспериментах с мышами, например, крысами и прочими беднягами. И разошла речь про лабиринты, минотавра, очень хочу вам порекомендовать книгу Стивена Фрая, которая называется Mythos и Heroes. Первая книга Mythos, вторая Heroes. Это восхитительное чтение. Невозможно оторваться. Советую вам приобрести аудиокнигу. Сделать это можно примерно Audible. И наслаждайтесь. А на сегодня это все. Надеюсь, вы узнали что-то новенькое. Обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить сообщения о новых видео. И пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok